Такой сборный портрет знакомых моих дам, но и вы заодно можете вспомнить, что лежит в вашей сумочке, и добавьте мне потом в список несколько наименований. Карта города, фонарик, паспорт, деньги, телефон, но откуда здесь сухарик? Год лежит, наверное. А второчка, ключ, расческа, пять таблеток. Отчего? Новая зубная щетка. Вдруг их останусь у кого? Скотч, помада, зубочистка, тени в двадцать пять цветов. Вот крюточка из химчистки. Я же забыла про пальто. Пять рублей. Нож пирочный. Из гостиницы шампун. Чем какой-то очень длинный. Пиццерия. За июнь. Крем для рук. Билет счастливый. Календарик со щенком. Кстати, а кто это выступает? Нитки цвета спелой сливы. В них игла с большим ушком. Для ногтей складная пилка. Две резинки для волос. Одноразовая вилька. На бегу поесть пришлось. Влажные салфетки, скрепка, флайер, скипта, в магазин, пластырь. Нужен очень редко. Есть всегда. И не один. С логотипом бара спички. Больше точно не курю. Опустела косметичка. Сумку завтра разберу. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Знаю, что некоторые из них автоледи Я думаю, что эта история притом близка А родилась это стихотворение таким образом Один раз я вышла на улицу в лютый мороз И машина у меня не свелась Вот открыла я капот, стою и думала, что же делать Идти обратно домой за вторым аккумуляторным элементам И в этот момент, подъезжая на джипе И ходит из такой темничной ужмешкой Говорит, ну и что мы там потеряли? Но я, естественно, ему так же, репарируя, ответила, вот, лак на ногти вранила, не знаю, как достать. Ну вот, а после этого пришла домой и написала стихотворение. Я тогда была блондинкой, и иногда меняюсь, чтобы меня не отслеживать. Ждет меня машинный мастер. Я ему с порога страсти. У меня уже неделю отвратительно хрустит. И еще стучит немножко. Где-то там, под левой ножкой. И подрагивает мелко. А еще направо стрелка, словно бешеный пингвин. А еще проблема с крышкой. Где-то сбоку, на капоте. Там малюсенькая дверца, где находится бензин. А еще сегодня утром на мою «Привет, малышка» мне она сказала «Мяу!» Вместо «Мяу-пиу-пиу». Мастер-бабушка загибает. Он словам моим понимает. Он прекрасно понимает человеческий язык. Он по блокноте пишет что-то. Ухмыляется хитро. Застучу я каблучками по проспекту до метро. Знаю, смогу отвороть. Нужно шкурс менять наружный. И развал схождения сразу, чтобы не было проблем. Указатель поворота каратита проверит наукно. Ну, а крышка бензобака — это шутка. Извините. Вот зачем я бы сказала странный диалог с котом? Он повадился заразом. На машине греет плату. А решет, и мобилайзер среагировал на взлом. Нужно днище промолелить. Ну, а впрочем, это терпит. То ли дело сайлентблоки, их немедленно менять. Завтра все сама проверим. Только выдержали меры. Репутацию блондинки очень сложно сохранить. Ну, вот у нас осень уже подходит к концу. Загарочек не сошел. И все еще кажется, что лето было так недавно. И вот такая небольшая летняя зарисовочка. А на фото мы с тобой в Италии. Мы тогда еще от счастья далили. И рука твоя на тонкой талии. Да, и Талия еще была. А Талия я. Через день ты улетел в Анталию. Я скучала. Округлялась Талия. Ну, не знаю. Талия, про Толья. Назвала сыночка Анатолия. А вот еще одна зарисовочка. Здесь можно немножко олегра добавить. Такая зарисовочка. Вот, да, типа там. Из галатериного отдела. Такая утомленная немножко жизнепродавщица. Мужчина, вы на ценник посмотрите. Вы весь дешевле этого ремня. Не трогайте, прошу я вас. Не трите. Сломайте обычные с меня. Не надо девочке писать на кружке имя. В продаже все равно нет пилогей. Следите, мамаша, надо за детьми своими. Идите в кассу. Господи, скорее закончу этот день невыносимый. Ну, что вы смотрите? На базе есть цена. Обычный дом. Идите лучше мимо. Я ничего вам лично не должна. Успеть бы заскочить в лобаз за мясом. Товарищи, уберите ваш букет. Что? Подойдет как раз для этой базы, да? Подойдет. На вечер планов нет. На самом деле, очень много в жизни разных смешных и комических ситуаций, которые хочется запомнить, отразить. И они иногда остаются в стихах. Много поводов и многие произведения других авторов рождают отклик. Иногда и хемористического толка. Вот, например, после прочтения одного произведения Зюзкинга У меня появилось такое стихотворение. С бедром твоим соприкасаясь, рукой проведу по спине. И вся твоя сажа, красая, выдведь, податлива мне. Я вини маизм не приемлю. Люблю я размах и объем. Мне кажется, грешную землю мы строго заставим в твоем. Тебя обнимаю природно, не прячься, а учащий глаз. Вот только носить себя трудно, красавица мой контрабас. И так как мы с вами подошли уже к серьезной музыке, инструментальной, и находимся в таком замечательном зале, то как вам не вспомнить о консерватории или филармонии. И у нас сегодня в гостях два замечательных солиста, вернее, солисты-солистка, вернее, солисты группы филармония. Давнишние мои друзья, замечательный коллектив, который исполняет очень много песен на мои стихи в том числе. И сегодня для вас поют Маргарита Одессова и Юрий Бородин. АПЛОДИСМЕНТЫ Даня, работала. Добрый вечер, дорогие друзья. Пориша ли нас сегодня радость прийти на творческий вечер нашей любимой ПТС Ольги Виоры, и для каждого артиста, творческого человека, вот такой вот творческий вечер — это маленькая жизнь. Она сегодня дает вам свою душу, поэтому все вот ваши атмосференты много-много раз для нее сегодня. Мы вместе много давно сотрудничали, даже пели песни, даже вместе писали. А сегодня так получилось, мы пришли в полном составе, споем песни, в следующий раз споем «Наши с вами», ладно? А сегодня подарим хорошую песню «Раз уж тема города», о нашей замечательной питерской походе. Я написала ее как-то нашим жарким июльским летом, в шарфе, в зимнем. В общем, все, о чем мы страдали с вами этого лета подряд, мы сейчас услышим.